Всем огромный привет! Добро пожаловать в новую страничку! И сегодня я возвращаюсь с новым видео о покупках. Очень давно я не снимала такого рода видео, и у меня накопилось много всего. В этом видео будут собраны все покупки декоративной косметики, уходовой и также одежды. Кое-какую одежду я прикупила, поэтому хочу вам показать. Оставайтесь со мной, и как принято говорить у нас в блогерах, всем приятного просмотра! Что касается декоративной косметики Эльф, то мне очень понравилась упаковка лаконичная у них у всех, у всего, вот и у пудры, и у бронзера. В бронзере есть достаточно большое, удобное зеркало, можно брать в поездки, и зеркало у вас будет с собой всегда. В самой палетке есть два бронзера, один потемнее, один посветлее, хайлайтер и румяна. Что касается румян, то они достаточно темного такого оттенка, то есть, мне кажется, они подойдут для именно такой загорелой кожи. Хайлайтер очень плохо набирается на кисть, и в качестве хайлайтера его вообще не видно на лице. Я люблю больше такой сверкающий эффект, светоотражающийся, чтобы балуко и слабо пигментированный, и в качестве хайлайтера очень сложно с ним работать. Поэтому я на маленькую кисть, он более-менее набирается нормально, просто буду использовать его в качестве хайлайтера для насветления области над бровями и в уголках глаз, возможно. Что же касается самого главного, самих бронзеров, один очень темный, другой посветлее, как я уже сказала, вот который посветлее, мне понравился намного больше, потому что он мне подходит. Темный, наверное, даже для темно-кожих девушек больше будет подходить. В общем и целом, я осталась довольна этой покупкой, и меня, конечно же, очень подкупила надпись вообще, да, название самого продукта. Он называется Cool Brander, то есть холодный бронзер, холодный оттенок. И вот этот оттенок, который светлый, он действительно не грязный, не рыжий, хорошо растушевывается, удобно им пользоваться. В общем, я довольна. И следующий продукт от Эльф, это, как вы уже поняли, рассыпчатая пудра, прозрачная. Она называется High Definition Powder. Открывается она вот так, очень удобная упаковка, лаконичная, конечно же, только для домашнего использования. В поездке, наверное, лучше брать компактные пудры. И это моя первая вообще пудра прозрачного цвета, абсолютно она белая. И здесь в комплекте была вот такая вот штучка, которой можно наносить, да, на лицо само средство. Здесь такие дырочки, высыпаете продукт и наносите. Но я предпочитаю наносить пушистой большой кистью. Здесь такие дырочки, и сама она уже, как я сказала, белого цвета, прозрачная. То есть, когда вы пользуетесь этим продуктом, то на вашем лице, как будто бы, совершенно нет косметики. И при этом пудра неплохо абсорбирует жир на коже. И следующий продукт, о котором я хочу рассказать вам сегодня, это декоративная тоже косметика. Но это уже помады и от марки Vogue. Колумбийская марка, достаточно здесь популярная, широко известная. Я тоже очень люблю продукцию от Vogue. И две из этих помад, они очень осебельные на каждый день. Сначала я купила амбар, вот этот оттенок, который сейчас у меня на губах. Он натуральный очень, красиво смотрится на губах. И мне нравится еще, знаете, в этих помадах срез. То есть, как вот они в тюбике, ими можно очень удобно, да, наносить на губы. И даже не нужен карандаш по контуру. Потому что такой срез, которым удобно прокрашивать именно край губ. И они не сушат губы, несмотря на то, что они все приматовые. Но вот по степени пигментации, чем выше вообще пигментация, да, в матовых помадах, тем больше они будут сушить губы. И на самом деле это так. И вот этот оттенок, который самый здесь яркий, розы электрику, очень-очень яркий, насыщенно розовый. Для меня лично не на каждый день. Эта помада, она сушит губы. Остальные вот эти две, которые более-менее нейтральных таких оттенков, то есть вот я уже назвала амбар и натураль оттенки вот эти, они не сушат губы. То есть, если у вас не убитый в хлам губы, да, не без трещин, не сухие, то матовые помады вам подойдут. И особенно сейчас в моде и в тренде вот этот оттенок, который у меня на губах. Очень красиво смотрится. Просто оттенок натуральных губ, просто их как-то делает, ну, подчеркивает еще больше. И, не знаю, мне кажется, мне очень идет именно вот этот оттенок. И следующий продукт тоже от Vogue. На этот раз это тушь, которую называется Mega Curvas. Она делает из ваших ресничек мега закрученные реснички. И я за последнее время поняла, что тушь как надо выбирать, именно вот по форме кисточки. Потому что от формы кисточки зависит, наверное, 90% успеха, как будут завиты и накрашены ваши ресницы. Несмотря на вообще сам продукт, саму тушь, сам вот этот ограничитель для тушек. Здесь мне в этой туши понравилась очень сильно эта кисточка, потому что маленькие коротенькие эти ворсинки. Сама кисть миниатюрная, очень удобно подбираться к самым корням ресниц и прокрашивать их. Также плюс этой туши в том, что можно ее наслаивать. То есть один слой нанесли, подождали, когда она немного подсохнет, нанесли второй слой. И супер. В общем, теперь я, наверное, буду покупать такие вот именно с маленькими кисточками туши. Так как в последней туши, по-моему, я показывала вам в прошлых своих покупках от CoverGirl. Там она была такая кисть, блин, она мега, короче, большие ворсинки. Сама кисть крупная. Было неудобно именно прокрашивать вот корни ресниц, да. То есть объем она дает вроде бы, но корни издаются моего цвета, то есть не прокрашенные. Следующее, что я вам покажу, угадайте, что. Да-да-да, я, наверное, последний блогер, у которого появилась кисть от Real Techniques. Беличий хвост или как там, королячий хвост. В общем, это вроде не декоративная косметика, и вообще не косметика, но такой инструмент, да, для нанесения декоративной косметики. Очень мне понравилась эта кисть. Она очень пушистая, очень мягенькая. Можно наносить и пудру, и делать контурирование, если ее вот так вот немножко сжать, наносить бронзер. И также эта кисть отлично подойдет для румян. Плавно переходим из декоративной косметики к уходовой. Уходовых средств у меня было больше, думаю, будет интересно. Хочу начать показывать вам свой уход с ухода для волос или такой вот маски, которая на 100% является органической, натуральной, веганской, какой там еще, cruelty free, то есть не тестирует марка свою продукцию на животных. Называется фирма Pure Chemistry. Это колумбийская марка, и этот продукт был разработан в совместно с блогером, блогером, вернее, блогершей, которая живет в Майами, и она является топовым блогером, наверное, в Колумбии. Ее зовут Каролина Артист. Так здесь и написано на этой маске. Каролина Артист и Pure Chemistry. В общем, что это такое суперсредство, на которое я делала мини-обзор в Инстаграме, мини-видео такое, не знаю, если вы подписаны на Инстаграм, возможно, вы его видели даже. Это восстановитель, очень сильный восстановитель для волос, при этом не содержащий в себе всякой гадости, да, ни парабенов, ничего. Все подтверждено здесь, да, значками соответствующими. И в составе этой маски есть лаванда и растение Ромеро. Не знаю, не успела посмотреть в словаре, что это за растение на русский язык, если переводить. В общем, маска очень у меня хорошая. Кстати, буквально вот недавно я снимала видео о чистой линии, и там я рассказывала об одной маске, которая мне не понравилась, в которой была густая, не густая консистенция. И там я говорила, что мне нравится в масках именно вот, чтобы они густые были. И тогда типа волосы вот именно такие, знаете, как после силиконовых таких масок, очень гладкие сразу все. Вот, эта же маска очень похожа по консистенции на ту маску от чистой линии, то есть она не густая, да, у нее очень специфический аромат, но при этом она, вот несмотря на свою густоту, не густоту, вернее, такую жидкую немного консистенцию, она хорошо очень восстанавливает волосы. То есть производитель заявляет, что после первого раза применения у вас сразу будет виден результат. И на самом деле, когда я использую первый раз, да, попробую эту маску, когда я ее смыла, да, еще вот в душе, когда я стояла, то волосы не были, знаете, как после силиконов. Но когда я высушила волосы, когда они у меня высохли натуральным способом, да, не феном, а просто, то они были очень гладкие, очень видно, что было, видно было, что они очень напитанные, какие-то блестящие, что что-то с ними сделали, вот именно на уровне такой салона, знаете, процедуры. Сама маска называется, сказала я или нет, ресторадор протеико интенсива, то есть интенсивный восстановитель для, именно вот, если у вас ломки, сухие, какие-то волосы, с которыми вы плохо обращались, каждый день сушили феном, выпрямляли утюжком. Рекомендую очень вам это средство. Если вы живете в Америке, скажем, в США или, да, в Северной Америке, в Центральной или в Южной, то проблемы заказать эту маску абсолютно нет никакой. Если же вы подальше, да, то есть из Европы, из России, из других стран, то я вот спросила специально для вас у компании от Силаги и другие страны, кроме Америки, и мне сказали, что да, доставку делают, но доставка будет стоить еще каких-то дополнительных денег, но я думаю, что эта маска вот именно стоит того. В общем, по итогу пару слов, да, что, какое у меня впечатление. Использовала я ее всего два раза, и после этих двух раз у меня реально уже волосы как-то, мне кажется, начали меняться. Сделаю еще одно видео отдельное об уходе за волосами, и там расскажу поподробнее об этой маске. Ну, вот мои первые впечатления, и вообще супер. Следующий продукт также для ухода за волосами – это шампунь органический, который идет с органовым маслом, марокканским органовым маслом, и прямо здесь написано, что он бессульфатный, бесспарабенный, усложняющий и придающий блеск волосам шампунь. Вы знаете, для такого шампуня органического он очень густой. То есть, я не знаю, возможно, здесь есть что-то и не совсем органическое, но так как произведительный отуверяет в том, что все у нас хорошо, то я надеюсь, что оно так и есть. Хотя, если честно, я особо не запариваюсь там, есть именно 100% органика, если нет, да, и средство работает для меня, то я буду пользоваться таким средством. Хотела я купить шампунь и кондиционер, на тот момент не было кондиционера, поэтому побежу, когда появится в магазине кондиционер, куплю и начну пользоваться. Сейчас я пока еще не пользуюсь, но один раз я им помыла голову, как бы особо их впечатлений не сложилось. Вроде бы неплохо промыл голову тогда он, вот, я уже сейчас не помню. В общем, тоже в видео обновленном об уходе со волосами, для этого ждите, расскажу вам и об этом шампуне поподробнее. Следующее средство, о котором я хочу рассказать, это масло авокадо натуральное, которое предназначено для волос, но его можно также использовать и для кожи. Если у вас сухая кожа, вот рук, ног, там, всего тела, можно наносить на кожу влажную, и оно будет хорошо питать. Чем мне бы понравилось данное масло, оно достаточно у меня еще такое новенькое, мне несколько раз, буквально три раза его наносила на волос, именно на кончики, потому что у меня жижены волосы, если я буду все наносить на корни, у меня все это останется. В общем, на кончике я наносила и оставляла там на 2-3 часа буквально и смывала. И что происходит, да, обычно если тоже репейное масло я так наношу, то мне надо смывать, не знаю, 2-3 раза шампунем, чтобы до конца смыть. Это же масло очень классно питает волосы, при этом мне после мытья, одного мытья шампунем, волосы уже чистые, то есть не делают волосы жирными. Вот, тоже натуральный состав с витаминами Е и С. Это масло, очень мне понравилось, тоже делала просто в Инстаграм об этом масле и о своем отзыве. Следующий уходовый продукт это маска от Freeman, которую я увидела в богате, вот, и вот выбрала именно такую, она называется, значит, пил оф маск, то есть ее когда наносите, потом вот такой пленкой, и она очищает, да, там, все вы берешь клетки ваши, слой вот так вот снимаете, короче, вот. Она, это масочка с гранатом и с какими-то еще фруктиками, как известно, Freeman, это бюджетные маски с хорошим составом, вот, по консистенции она прозрачная, и, если честно, я не успела ей еще попользоваться, не было времени, как только попробую, напишу обязательно отзыв или на Инстаграм, или в группе ВКонтакте, или вообще, знаете, наверное, сделаю еще, может быть, отдельный обзор о масках Freeman, у меня есть другие маски, вот, и, возможно, также вы еще увидите в видео об уходе за кожей, обновленный уход за кожей лица. Следующий продукт, о котором я хочу рассказать, это розовая обычная вода, достаточно такой огромный здесь вообще просто объем, 500 мл розового цвета поросячьего, очень классно она тонизирует, вот, в жарком климате, да, когда вы находитесь для лета, мне кажется, это вообще незаменимый продукт, вместо тоника можно протирать ватным диском кожу, кожу лица, и она неплохо так освежает, мне очень понравилась эта водичка. И следующий продукт, это уход тоже для лица, мицеллярная вода от Иоцерина, сейчас я уверена, что, скорее всего, неправильно произношу, так как марка немецкая, название, соответственно, тоже немецкое, по-немецки, как читать, я не знаю, она идет без парабенов, идет для того, чтобы снимать косметику, очищать кожу лица, и также тонизировать ее, идет без отдушек, без особого запаха, то есть вообще без запаха, обычная такая водичка, я ее попробовала один раз, и мне показалось, если честно, что она очень-очень похожа на мою, которая заканчивается сейчас от Гарнир розового. В общем, мицеллярная вода, мицеллярная вода, мне понравилась, мне кажется, может быть, мицеллярные воды у всех производителей, они фактически идентичны. Из одежды буквально недавно я купила себе вот такое платье, в кадр не помещается, покажу вам отдельное на лыжу видео, это платье нежное желтого цвета, цыплячьего, очень красиво сидит на фигуре, достаточно короткое, но не мини-мини, в общем, на жаркую погоду, мне оно очень понравилось, и сзади здесь идет самочек на спинке, открытая спина, шея, все так очень свежо и симпатично. И следующая покупка была супер модная, мне очень понравилась, и мне нужны были уже давно джинсы, хотела я или брюки какие-нибудь темного цвета. Эти джинсы черного цвета, с завышенной талией, сейчас завышенная талия снова возвращается к нам в моду, и они сами по себе очень облегающие такие и укороченные. Вот, мне вообще нравится, когда укороченный вариант, тем более здесь у нас жаркая погода, можно носить вообще любую, да, одежду и не париться, что вам будет холодно. Следующее, что я купила к этим брюкам, и вообще просто обновить, это такой свитшотик, в котором я сегодня, к вам не видно, встану, здесь очень прикольная надпись и картинка такая, знаете, типа из какого-то фильма, написано Sweet Memories, хорошие воспоминания, и еще тут снизу дополнительно. Этот свитшот я купила в магазине Теннис, называется, вот, и это размер XS, то есть они вообще идут такие майки-разлетайки в свободном варианте, но если бы я взяла свой размер M, то она была бы еще больше, а даже эта XS, S была как бы большая, да, а XS еще как бы свободная, то есть решила взять в таком размере, и она тоже очень круто смотрится с вот этими облегающими джинсами, которые я купила, и с остальными вообще вещами, с шортами, с юбками, достаточно так стильно и можно смотреться. И самое последнее на сегодня, что я вам покажу, это обувь, которую я увидела в Forever 21, и ухватила их, потому что мне очень понравился дизайн, то есть они такие обычные, простые, да, в то же время модные, они абсолютно на тонкой платформе, сзади есть каблучок буквально на 2 мм, ни балетки, ни сандали, как их назвать, в общем, открытая обувь на лето, очень классные, стильные, здесь вот такие две штучки, одна черного, вельветового такого, из вельвета, да, сделанного материала, и вторая обычная лаконичная, бежевого цвета сверху, и они абсолютно плоские, то есть без каблука, удобно в них бегать, и удобно, что не нужно застегивать, а дел пошел, так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok